Эту невероятно сложную диораму я сделал по фильму «Тихоокеанский рубеж». Я уже делал различные водные поверхности, но мне всегда хотелось сделать большие волны из эпоксидки, без использования герметика или для различных готовых материалов. Как вы знаете, эпоксидка по своей консистенции похожа на воду, и чтобы она застыла в правильной форме, нужно для начала создать эту самую форму. Только лишь с седьмой попытки у меня получилась почти идеальная форма бушующего моря. В этом видео я расскажу про удачную попытку и одну из неудачных. Вы присылаете очень много вопросов и часто вопросы повторяются. Теперь я буду выбирать несколько самых популярных и отвечать на них. Есть ли у скалптомолда альтернатива в России? Я не встречал. Если найдете готовый продукт, то присылайте ссылку. Обязательно проведу тестирование. Также на ютубе есть видосы, где делают скалптомолд из подручных материалов. Добрый день, а что это за формы для гипса? Самодельные или покупные? Если покупные, то откуда? Тут вопрос о том, где я беру формы разных скальных поверхностей. Все очень просто. Готовые формы можно купить у американского производителя Woodland Cynix или немецкой компании Noh. Либо, что самое важное, форму гор можно изготовить самому. Для этого идете на улицу и ищите камни различных форм. И дальше заливаете их литьевым силиконом. Круто, что у нас в России выпускают отличный дешевый силикон NGK Silcatine, который вполне конкурирует с дорогущим Moldmax. Мне очень понравилось, что у Silcatine в отвердителе есть пигмент, который позволяет понять, насколько хорошо смешаны компоненты A и B. Ссылка на магазин NGK из силикон Silcatine я оставлю в описании. Я не обладаю хорошими навыками скульптурной лепки из глины, а вырезание формы из пеноплекса мне показалось недостаточно реалистичным. Для создания формы моря я использую плагин генерации моря под Cinema 4D. Делаю сначала прямоугольник нужных размеров и добавляю полигону. Применяю к нему плагин и выставляю необходимые параметры по вкусу. После этого делю море на две части таким образом, чтобы они влезли в принтер. В слайсере для 3D принтера готовлю части для печати. Для экономии полимера вырезаю все лишнее, оставляя только стенки толщиной 2 мм. Ставлю поддержки и отправляю в печать. Печать одной части занимает примерно 25 часов. Обе части моря готовы, но их поверхность шероховата. Это из-за того, что печать происходит по слоям. И хотя слои очень тонкие, все же они видны под определенными углами и чувствуются пальцами. Также видны полигоны от моделинга. Если бы не сложность получившейся поверхности, то можно было бы избежать последующих шагов и зашлифовать полимер. Обе части склеены и теперь гравером обрабатываю стык. Дополнительно промазываю стык шпаклевкой, чтобы стык был более плавным. Заливаю форму моря литьевым силиконом. Получившуюся силиконовую форму заливаю гипс. Форма почти отвердела и ее можно извлечь из молда. Теперь видно абсолютно все дефекты. Самая большая проблема это полигоны от трехмерной сетки при моделинге, а также лопнувшие пузыри в гипсе. Беру гравер с мягкой щеткой в одну руку, а в другую пылесос. Иначе при работе все будет усыпано мелкой пылью. Щеткой удается убрать большую часть полигонов. Дальше убираю полигоны с помощью финишной шпаклевки и в самом конце шлифую как вручную наждачкой, так и использую гравер с различными насадками. Поверхность получилась идеальная. Покрываю ее праймером. Выравниваю грани. Делаю это максимально аккуратно, чтобы не поднимать пыль. Из баллона заливаю еще слоем праймера и лака. Лаком я хотел создать глянцевую поверхность, чтобы залитая эпоксидка в силиконовую форму тоже получилась максимально глянцевая и прозрачная. Если этого не сделать, то слепок получится матовый. Забегая вперед скажу, что слой лака принес ожидаемый результат, но также добавил серьезную проблему. На термостанке от Proxon нарезаю пеноплекс. Я пока не нашел какой-то вменяемой альтернативы станкам Proxon для домашнего использования. У меня нет отдельного гаража, чтобы там хранить кучу материалов и станков и конечно же в этом плане Proxon выручает своей миниатюрностью, а также высокой точностью. Единственный относительный минус это цена, но я нашел магазин, где самые низкие цены proxontools.ru, ссылка будет в описании. Смешиваю две части литьевого силикона и заливаю форму. Слепок получился глянцевый, как я и хотел. Дополнительно наношу на него разделительный состав, смешиваю компоненты эпоксидки и подкрашиваю пигментом. Заливаю сначала половину, чтобы дать возможность пузырям подняться на поверхность, а там их убираю газовой горелкой. Доливаю остальное. После отверждения пытаюсь вытащить эпоксидку, но из заранее нанесенного лака сделать это не получается. Сложность еще и в том, что толщина силикона большая и он достаточно упругий. Я не сразу понял в чем причина и из-за этого количество новых попыток увеличилось. В какой-то момент я решил использовать обмазочный силикон копипаста. Его особенность в том, что он очень густой и предназначен для нанесения кистью. Таким образом получилось создать форму небольшой толщины. Кстати, это оказался самый дешевый и экономичный вариант. Я не учел, что в этот раз для формы потребуется какая-то емкость, которая бы поддерживала форму. Думаю, отлично подошел бы песок, но под рукой оказались только миниатюрные кирпичики в количестве 10 тысяч штук. Обрабатываю поверхность с разделителем, смешиваю эпоксидку с пигментом и выливаю форму. Как видите, форма отделяется теперь намного лучше. Приклеилась к эпоксидке только в нескольких местах. Обрабатываю грани моря сначала крупной наждачкой, переходя к более мелкому зерну. И в конце полирую их на станке Proxon с пастой 3M. Поверхность моря полирую гравером с мягкой насадкой пастой 3M. Чтобы показать разную толщину слоя воды, я крашу элемент моря с обратной стороны в два цвета, темно-синий и светло-синий. А с лицевой стороны подкрашиваю волны белой краской, опираясь на реальные фотографии. Продолжение следует... Продолжение следует... Море готово и осталось нанести слой лака из баллона, таким образом эпоксидка станет немного ярче и прозрачнее. В следующей части я покажу процесс создания робота Gypsy Danger и финальную сборку всех частей диорамы. Продолжение следует...